Леонид Брич – депутат Палаты представителя Национального собрания Беларуси от Брестского западного избирательного округа номер один. Его работа, как и деятельность остальных народных избранников, имеет широкий охват. Это не только законотворчество, которому, конечно, посвящена большая часть времени, но и дела в округе. Ежемесячно Леонид Брич проводит личные приемы граждан, выезжает на предприятия в организации областного центра, встречаются с трудовыми коллективами, принимают участие в городских и областных мероприятиях. Достаточно большое количество людей обращалось в течение года, которых у меня приемов состоялось 12. Вот сегодня день приема, как раз завершает год этот. И, ну, скажу, человек по 7, по 8 каждый раз на прием приходит. Какие-то вопросы нужно решать вместе с органами власти. Ну, скажу, в общем, практически все задаваемые вопросы в той или иной мере решались в пользу обращающихся. Что касается законодательной деятельности, то с начала работы 6-го созыва депутатами Палаты представителей национального собрания уже рассмотрено порядка 230 законопроектов, в их числе и те, что готовила постоянная комиссия по экономической политике, заместителем председателя, которая является Леонид Брич. В ведении комиссии были дополнения и изменения в законах об инвестициях и приватизации государственных предприятий. Сегодня документы одобрены Советом Республики и представлены на подпись президенту. Тот законопроект, который инициировали депутаты, в частности, вот и я, в части внесения дополнений и изменений в законопроект о приватизации государственных предприятий и преобразования их в открытые акционерные общества, повторюсь, одобрен Советом Республики и ушел в законопроект на подпись президенту. Хочу сказать, что основная мысль этого законопроекта – это уменьшение сроков исковой давности с 10 до 3 лет. Ну, опять же, это имидж нашей страны, это, опять же, привлечение инвестиций. Вот этот законопроект способствует. Также нашей комиссии, опять же, депутатская инициатива об инвестициях, также документ предназначен для того, чтобы улучшить инвестиционный климат в нашей стране. В центре внимания депутатов в 2018-м были также жилищный, трудовой и лесной кодексы, а также кодексы о семье и браке, о почтовой связи. Подводя итоги года, мы не могли не поговорить с Леонидом Бричом и о личном, тем более, что оказалось немало – это и юбилейная дата, и рождение внука. Леонид Григорьевич, конечно, с большей охотой говорит о работе, чем о себе или семье, что, впрочем, логично, но именно близкие по его собственному признанию дают силы для работы, которая, к слову, немало. Сейчас депутат решает вопросы избирательного округа, а уже с 8 января продолжит работу в парламенте. Хочу обратиться к своим, в первую очередь, избирателям, всем жителям города Бреста и всем жителям нашей страны с поздравлениями пожелать, в первую очередь, счастья, здоровья, благополучия, мирного неба над головой и всего самого хорошего, что человек себе пожелает. Анастасия Остробко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.